Подготовьте волосы к окраске, разделив их на зоны по кругу. Первый используемый цвет – приглушенный коричневый, составленный путем смешивания Calistone Perfect 6-7 и небольшого количества Calistone Perfect 3-66, которые применяются с 6% велоксоном. Для того, чтобы подчеркнуть форму контура, круговая зона вдоль контурной линии окрашивается двумя яркими оттенками коричневого тона. Первый Calistone Perfect 6-7 смешанный с Calistone Perfect 3-66 и второй более глубокий коричневый Moco Calistone Perfect 6-75, оба с 6% велоксоном. Основанный на классической технике окраски, этот метод позволяет достичь полисовременного эффекта, благодаря работе с очень тонкими прядями, которые позволяют получить большее количество оттенков цвета. Под классической техникой окраски, классическими прядями, подразумевается отделение очень тонкой прямой пряди, когда вы слегка касаетесь хвостиком поверхности волос. Субтитры создавал DimaTorzok Когда первые несколько рядов по контуру окрашены, воспользуйтесь другим цветом. В данном случае мы взяли краску цвета обгоревшего золота с глубиной 7,9% велоксоном. Продолжайте работать по окружности вокруг головы, используя ту же технику отделения прядей и нанесения краски. Субтитры создавал DimaTorzok Там в изолоту и фольгу применяется еще один цвет краски. В данном случае это блондин цвета карамели, Calisto Perfect 8,7% с 12% велоксоном. Под серебряной фольгой скрывается пятый и последний цвет. Это мягкий медовый блондин с глубиной цвета 9, смешанный с 12% велоксоном. Чередуйте ваши цвета таким образом, чтобы избежать стандартного предсказуемого эффекта. Красота этой техники заключается в произвольном расположении цветов, что обеспечивает естественность и глубину окраски. Это одна из причин, почему окраска по данному методу осуществляется перед стрижкой. Продолжайте работать по круговым зонам до тех пор, пока не останется одна прядь на макушке. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь вы видите, как различные натуральные тона были распределены по волосам, чтобы создать красивый переливающийся эффект. Дайте время выдержки в соответствии с инструкциями производителя. Начните стрижку в центре затылочной зоны. Разделите волосы сначала вертикальным, а затем горизонтальным пробором на уровне верхней части уха. Отделите прядь диагональным пробором и отчешите волосы в сторону и слегка вниз. Теперь в этой точке подстригите их по прямой линии. Последующие пряди оттягиваются назад по направлению контрольной пряди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В зоне за ухом пряди начинают поворачиваться и постепенно занимают горизонтальное положение. Это обеспечивает наличие большей длины в этой зоне и градуировка на затылке выглядит более прямой. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь волосы разделены горизонтальным пробором, проходящим от точки чуть ниже макушки до центра лба. Отделяйте пряди по диагональным линиям, продолжая линию затылочной зоны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Теперь отделяйте пряди по вертикальным проборам от макушки через теменную зону и вплоть до передней краевой линии роста волос. Подстригайте эти пряди по вертикали, следуя контуру головы. Это устранит лишнюю тяжесть в височной зоне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В передней части головы отделите прядь по окружности краевой линии роста волос шириной примерно полтора сантиметра. Эта прядь сформирует челку, которая является одним из хитов нынешнего сезона. В передней части головы отделите прядь по окружности краевой линии роста волос шириной примерно 2,5 сантиметра. Эта прядь сформирует челку, которая является одним из хитов нынешнего сезона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для создания перехода от центральной зоны начните работать от центра затылка. Отделяйте пряди по вертикальным проборам и продолжайте эту линию вверх. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА